Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога» и я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня мы в гостях у Москвина Сергея Вячеславовича, заместителя начальника управления госавтоинспекции по Рязанской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот у нас уже начался осенний сезон, можем подвести итоги уходящих месяцев. Какие у нас итоги, какое у нас общее количество происшествий на дороге? За прошедшие 8 месяцев текущего года у нас, к сожалению, отмечается некоторый рост общего количества дорожно-транспортных происшествий. У нас их на территории региона произошло почти тысяча. В общем, рост составил 12%. При этом в данных дорожно-транспортных происшествиях пострадало 1300 человек. Вот и тоже отмечается некоторый рост пострадавших. При этом принимаемыми мерами все-таки удалось добиться снижения тяжести от последствий данных дорожно-транспортных происшествий. Так у нас снижение по количеству погибших составило 17%. В общей сложности у нас на территории региона по итогу 8 месяцев, к сожалению, погибло 92 человек. Все равно результат колоссальный. Все это жизни людей. Поэтому есть над чем работать, есть к чему стремиться. А какие у нас, можем ли мы выделить на протяжении этих 8 месяцев, за эти 8 месяцев? Какие-то самые частые причины ДТП? Ну, соответственно, у нас самым как бы часто происходимым ДТП является столкновение транспортных средств. Вторым по количеству видов дорожно-транспортных происшествий это является наезд на пешеходов. Соответственно, это почти, повторюсь, у нас как бы половина от всех ДТП это столкновения, 20% это наезды на пешеходов. И тут основные виды. — Ну, если вот говорить непосредственно о причинах, то есть столкновения, да, а почему, то есть темно-время суток... — Соответственно, как бы основным, основной из причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, это, конечно, остается неправильный выбор водителями скорости движения транспортного средства. Что, соответственно, в дальнейшем приводит к потере управления транспортным средством, и, соответственно, Совершение дорожно-транспортного происшествия Это основной вид Потом выезд на полостречного движения Это иногда связано с нарушением правил дорожного движения Иногда человек превышает допустимый скоростной лимит Не убеждается в безопасности своего маневра И совершает выезд на полостречное движение После чего происходит столкновение Выезд на полостречное движение это самый тяжкий вид дорожно-транспортного происшествия, в котором в основном и гибнут люди. Говорят тоже о такой важной проблеме, как нетрезвые водители. Что мы можем сказать по ним? Снизилось их количество за эти 8 месяцев? Увеличилось их количество? Ну, что касаемо, имеется в виду дорожно-транспортных происшествий, да. Данный вид дорожно-транспортных происшествий, где участвуют у нас нетрезвые водители, у нас на территории региона снижается. В настоящее время снижение составляет порядка 17%, где именно отмечено участие в водителе нетрезвом состоянии. Как бы, что хотелось бы еще добавить в этом плане, у нас, например, более половины дорожно-транспортных происшествий происходит на дорогах федерального значения. 52% у нас таких ДТП произошло на территории региона. Соответственно, самую большую тяжесть также приносят нам федеральные дороги, которых у нас на территории региона 3. На такой момент, вот мы поговорили про столкновение автомобилей, вы упомянули про второй вид, это как раз-таки наезд на пешеходов. То есть, и здесь, включая сейчас еще у нас начался сентябрь, то есть и школьная пора, и студенческая пора, у нас очень много несовершеннолетних на дорогах. Вот что касается ДТП как раз-таки с несовершеннолетними, что с ними? При итоговом 8 месяцев текущего года на территории региона отмечено 198 дорожно-транспортных происшествий, где участвовали несовершеннолетние. Основным участником, то есть в качестве кого несовершеннолетние участвуют в дорожно-транспортных происшествиях, это, соответственно, в момент ДТП он является пассажиром транспортного средства. Таких у нас ДТП, где он был в качестве пассажира ребенок и пострадал, или, к сожалению, погиб, 88 ДТП зарегистрировано. В которых, к сожалению, три ребенка погибло. Поэтому хотелось бы обратиться в этой части, соответственно, к родителям, которые осуществляют перевозку детей, чтобы они относились ответственнее в тот момент, когда перевозят детей. В обязательном случае использовали детские удерживающие устройства, соответственно, это снижает, соответственно, тяжесть дорожно-транспортного происшествия, если оно, конечно, произойдет. Желательно вообще бы их избегать и при перевозке детей соблюдать правила дорожного движения. Говоря непосредственно, может быть, о профилактической работе, то есть, чтобы снизить все эти виды ДТП, проводится ли профилактическая работа, то есть, с пьяными водителями за рулем, по поводу детского травматизма, по поводу нарушения очевидных правил дорожного движения, проводится ли такая работа, если да, то какая? У нас, конечно, такая работа ведется, профилактика ведется. У нас на территории региона, даже не на данный момент, вернемся немножко назад, по итогам 8 месяцев, мы уже здесь обсуждаем, закрытый период, 8 месяцев. По итогам 8 месяцев у нас на территории региона зафиксировано более 1 миллиона 800 тысяч нарушений, основная часть их, это она зафиксирована комплексами фото и видеофиксации, это почти 1 миллион 700, а 100 тысяч нарушений зафиксированы инспекторским составом на маршрутах патрулирования. Вот, соответственно, из них, соответственно, примерно около 2,5 тысяч связано с управлением трассы в средством состояния опьянения, далее, порядка 3 тысяч также выявлено нарушений со стороны пешеходов, вот, потом, что касаемо перевозки детей, о чем мы уже говорили, на территории региона выявлено почти полутора, около полутора тысяч нарушений, связанных именно с нарушением требований, которые предъявляются к перевозке детей. А если переходить непосредственно к профилактической работе, то какая она? Ну, имеется в виду профилактическая работа? Ну, профилактическая, то есть, может быть, рядовые мероприятия, может быть, какие-то? Конечно, у нас на регулярной основе осуществляются мероприятия, направленные на выявление того или иного вида нарушений, они, соответственно, фактически проводятся у нас ежедневно на территории региона. Другой важный момент, сейчас уже, конечно, к осени таких участников дорожного движения, как нацикалистов, будет становиться меньше, 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 но что можно сказать по ним? То есть, мы же говорим, да, за прошлые восемь месяцев, где они как раз-таки на дорогах, наверное, полихачили. Да, вот мы как бы уже в начале нашего общения уже указали на то, что у нас все-таки отмечается рост общего количества дорожных транспортных происшествий, в которых именно пострадали люди. Немалую роль в этом, соответственно, у нас и сыграли, к сожалению, участники дорожного движения, такие участники дорожного движения, как водители мототранспорта. У нас тоже отмечается некоторый рост данного вида дорожного транспортного происшествия. Вот, и, к сожалению, почти третье из этих дорожных транспортных происшествий, где участвовали водители мотоциклов, являются несовершеннолетними. У нас увеличивается в разы участие несовершеннолетних при управлении мототранспортом, и при этом они попадают в дорожные транспорты происшествия. Это связано с тем, что у нас родители считают, что покупая мототранспорт своему ребенку за хорошее обучение в школе, его стимулируют тем самым. Это, наверное, все-таки заблуждение. Зачастую это приводит в дальнейшем к трагедии, потому что подростки, садясь за руль транспортным средством, зачастую не обладают теми навыками, которыми должен обладать водитель. Не знают основные требования правил дорожного движения и определенные моменты просто не знают. В этой связи хотелось бы напомнить родителям о том, что к управлению транспортным средством допускаются водители, которые достигли 16-летнего возраста, и, соответственно, которые получили право управления как минимум категории М. Поэтому, соответственно, когда вы задумаетесь о том, приобрести своему ребенку мототранспортное средство, подумайте об этом, что все-таки это здоровье и жизнь вашего ребенка, любимого ребенка. Поэтому, может быть, стоило бы и воздержаться от этого. Вот мы говорим о такой, наверное, грустной части подведения этих 8 месяцев, то есть мы говорим о ДТП, об авариях, обо всем остальном. Давайте поговорим, наверное, о хорошей стороне, то есть какие меры принимаются госавтоинспекции, чтобы улучшить ситуацию на дороге? Ни для кого не секрет, что на территории региона в настоящее время действует региональный проект «Безопасные и качественные дороги». В рамках реализации данного проекта госавтоинспекции в адрес Министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области направлено ряд предложений, среди которых обустройство тротуаров, пешеходных дорожек, установка бокового удерживающего ограждения, нанесение разметки, установка светофорных объектов. Вот, соответственно, в свою очередь Министерством транспорта к сведению принимаются наши предложения, закладываются определенные финансирования на эти расходы. В то же время, что касаемо линии госавтоинспекции, в течение этого года сотрудниками госавтоинспекции в текущем году проводится ряд мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, среди которых это конкурс среди юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», также проводится региональный конкурс среди юношеских автошкол «Автомногоборье». Далее приобретаются светоотражающие элементы, которые, соответственно, передаются учащимся начальных классов, когда, соответственно, в школу прибывают сотрудники госавтоинспекции и проводят с ними занятия. И, соответственно, для того, чтобы они их размещали на верхней одежде, на рюкзачках, для того, чтобы они были видимы в темное время суток. Так, дальше у нас на территории региона функционирует мобильный городок, так называемая лаборатория безопасности дорожного движения, которая также выезжает в районы области и, соответственно, в доступной форме доводит до учащихся школ основу безопасности дорожного движения. Вы упоминали, что часть нарушений фиксируется с помощью комплексов фото-видеофиксации. Вот расскажите о них и вообще появились ли какие-то новые комплексы. В настоящее время на территории региона у нас функционирует 264 комплекса фото-видеофиксации, соответственно, которые применяются для фиксации права нарушения в области дорожного движения. Данные комплексы позволяют у нас фиксировать ряд нарушений, которые связаны, ну, к примеру, соответственно, основной из них это, соответственно, превышение скоростного режима. Также данные комплексы у нас фиксируют нарушения проезда перекрестков, что связано с проездом на красный сигнал светофора, несоблюдение требований дорожной стоп-линии, соответственно, несоблюдение требований дорожного движения по полосам. Дальше у нас существует несколько мобильных комплексов, которые, соответственно, перемещаются по дорогам области, в том числе и областного центра, который фиксирует как превышение скоростного режима, как выезд на полустречное движение, так и нарушение требований, которые у нас относятся к соблюдению правил остановки стоянки транспорта и средств. Вот, как я уже до этого говорил, у нас основная масса правонарушений, соответственно, выявляется данными комплексами. Это выявлено на данный период этого года, выявлено более 1 миллиона 700 тысяч таких правонарушений. Также можно добавить, что Министерством транспорта и автомобильных дорог Рязанской области на территории региона у нас в настоящее время внедряется новый комплекс мобильный. Это, соответственно, он называется «Автораган». Комплекс «Автораган» – это один из мобильных средств фото-видеофиксации, который используется на дорогах региона. Он работает, как и остальные комплексы фото-видеофиксации, только он, соответственно, перемещается по улице дорожной сети и фиксирует те нарушения, которые попадают в поле зрения данного комплекса. Он, соответственно, у нас используются и иные комплексы, например, такие комплексы, как «Паркрайт», который фиксирует правила остановки стоянки транспортных средств. Они тоже у нас применяются очень часто на территории региона, и в том числе и областного центра. Например, сейчас что связано со стоянками на разделительных островках или так называемых направляющих островках. Можно, как бы, в пользу случаем, хотелось бы довести до граждан и жителей города Рязани то, что, соответственно, с правилами дорожного движения запрещено движение и стоянка транспортных средств на направляющих островках, которые у нас разделяют попутные потоки транспортных средств. К сожалению, может быть, многие об этом не знают или забывают и, соответственно, оставляют свои транспортные средства на этих островках. Стоять там нельзя. Соответственно, вот такие правонарушения у нас в основном фиксируются в настоящее время, комплексы фото-видеофиксации. То есть автомобиль, оборудованный с соответствующим комплексом фото-видеофиксации, проезжая мимо, соответственно, автоматически распознавая, что транспортное средство стоит с нарушением требований правил дорожного движения, данное правонарушение фиксирует, потом информация о данном правонарушении передается в центр фото-видеофиксации, где, соответственно, уполномоченным лицом выносится постановление по делам с активным правонарушением. Ну и напоследок такой момент, то есть мы с вами проговорили про ДТП, которые случились, или самой частой их причины, может быть предупредим водителям на осенне-зимний сезон, то есть чего им следует избегать, каких вещей не нарушать ни в коем случае. То есть вот вы выделили превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу, какие еще важные аспекты им нужно соблюдать? Одним из немало важных аспектов в сокращении тяжести от последствий дорожно-транспортного происшествия все-таки является использование ремней безопасности. Вот многие водители игнорируют данное требование правил дорожного движения, которое обязывает их перед началом движения на транспортное средство, соответственно, пристегнуться и использовать в движении. Хотелось бы попросить водителей, чтобы они все-таки не пренебрегали данным видом пассивной безопасности, и использовали ремни безопасности. Ни один водитель перед началом, перед выездом на уличную дорожную сеть, он же не считает или не думает о том, что он может попасть в дорожно-транспортное происшествие. Предвигаясь транспортным средствам, соответственно, как многие говорят, есть такая поговорка, думая не только о своих действиях, а о действиях того водителя, который едет рядом. То есть, соответственно, передвигаясь в потоке транспортных средств, надо предугадывать те действия, которые может совершить иной водитель, и тем самым предугадать его действия. И, соответственно, может быть, тем самым избежать участия в дорожно-транспортных происшествиях. Спасибо большое, что уделили нам время, ответили на интересующие нас вопросы. Это была программа «Жизни дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.